Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Устарел планшет? Приходи в «Ломбард Титан» и поменяй на современный. 45 07 07 Один человек погиб, и еще один получил тяжелые травмы в ДТП в Орловском районе. Там столкнулись УАЗ и Трактор. Подробности в рубрике «Обзор аварий» словом моему коллеге Сергею Пичугину. По данным ГИБДД, авария произошла в субботу в 6.20 вечера на трассе «Вятка». По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель УАЗа. Водитель автомобиля УАЗ, по предварительным данным, неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением. В результате чего, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с трактором Т-25. В результате происшествия водитель УАЗа погиб на месте, тракторист с тяжелыми травмами был госпитализирован. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, назначена экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Еще одно ДТП произошло на трассе «Вятка» в воскресенье вечером. На этот раз в Яранском районе столкнулись сразу три грузовых автомобиля. Водитель грузового автомобиля «Ивека» по предварительным данным, не справился с управлением в результате неправильно выбранной скорости и совершил столкновение с попутным бензовозом марки «Мерседес». От удара «Ивека» отбросило на полосу встречного движения, где машина столкнулась с грузовиком «Вольво». В результате водитель «Ивека» получил травмы, с которыми был госпитализирован. Все три грузовика получили серьезные повреждения. По факту ДТП также проводится проверка. В Юрианском районе 26-летний водитель грузовика «ГАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой и иномаркой «Мазда-6». Затем вероятный виновник аварии создал помеху для водителя «Митсубиси». Ему пришлось съехать в «Кювет». Травмы получили двое – это шофер на отечественном грузовике и пассажир «Лансера». Их не госпитализировали. В воскресенье ночью в Белохолунинском районе 28-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением. Его машину выбросило в «Кювет» и там она перевернулась. Единственный участник аварии получил травмы, его госпитализировали. Сергей Пичугин, место происшествия.